Найди, пожалуйста, фотографию ты видела. Один, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай. Хорошо, выцепляю ее наверх в комнату диагностики. Один, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, хорошо. Посмотри, пожалуйста, на белом фоне. Зрение четкое и ясное. Есть у нее пробоины, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в животе есть больше всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как желудочно-кишечный тракт. Вот этот желудочно-кишечный есть. Пусть ИЗИ можно сделать, проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДАВАЙ ДАРШИ ДИАГНОСИРОЙ. То есть полностью посмотри внимательно на голову, плечи. Дальше на тело. Вот, да. Ног. Все четкий. Контур у тебя прорисовывается. И выведите энергию нужно, конечно. Потому что такое достаточно как-то неплотное, прозрачное, как головопрозрачное. Голова прозрачная. В смысле как пустое имеется виду. Недостаточно, да, энергии. Так, а посмотри вот сначала еще этот прозрачный имена, а именно как этот, ну, как чан. Ну, если что, в пустое, пустоеемкость. Так, хорошо. С пробоем посмотри, пожалуйста, с чем связан пробой? Приходит понимание причина, первая причина пробоя. Просто энергетический пробой, энергетический пробитый. Так, что, как, весь, все это тело, энергетическое оно пробито. Хорошо, то есть это в принципе устраним при заказчике. То есть, интерференция, ничего нету, да? Все хорошо в этом плане. Заряжать нужно не один раз. Хорошо, посмотри, пожалуйста. Даже если что-то есть, своими энергиями будет выталкивать. Хорошо, хорошо. Посмотри, пожалуйста, сколько ей тогда энергии нужно и какого цвета. Зеленого тоже нужно, желтого тоже нужно. Желеного, желтый, только ярких. И процент. Процент надо много. Ну, 200 тоже сделаем. Ну, 200 сделаем, но она как бы вот можно сказать, что 100% всосется и останется 100%. Хорошо. То есть, не будет 200%, она вся распределится по телу. Хорошо. И давай тогда, я посчитаю, это единица на трех, и 200% ярко-желтый и зеленый пойдет в ее центральное тело. И все вылезет в эти дырки. Угу. Один, два, три. Пошла энергия. Скажешь, что куда хватит. Распределяется наиболее эффективным образом. Входит в каждую клеточку энергия. Выполняет все тела. Конечно, дыхательные нужно делать. Энергию по всему организму гонять нужно. Угу. Потому что блокировки есть. Блоки. По телу. В ноги, между ногами, между телом и ногами. ездим. Плохо энергия проходит. Так. Хорошо. Давай, что-то можем сделать с блоками. Ну, понятно, это регулярная работа, но тем не менее, сейчас вот мы такую плотную энергию запускаем. Красно-коричневого цвета. Плотные, которые пробьет. Пробивают. Такие плотные энергии, они пробивающие. Теплые и такую горячую тоже энергию согреть. Потому что какой-то холодный. Какая-то такая холодная. Угу. Хорошо, давай. Вот эти энергии плотные, пробивают блоки. Ну, и потом зеленая энергия там концентрируется на животе. Несколько органов пополняет. Угу. Да. Ну, и вот между туловищем и ногами тоже что-то как-то плохо проходит. Да. Между туловищем и ногами что там? Там тоже блок? Нет. Блок, да. Ну, и сверху желтый, как бы такой солнечной энергии. Надо запомнить. Чтобы поднять настроение, чтобы она чувствовала свою насыщенность, что тело у нее насыщено. Угу. Хорошо. Дырки, они как бы закупориваются, но самой нужно тоже эти продыхивать все тело, продышать, продышивать все тело. Угу. Дышать, дышать. То есть теперь она знает, где блоки, да? И вот даже можно не в медитации просто расслабить. Не в медитации, не в медитации, просто расслабиться и дышать туда внутрь тела. Угу. Так, еще раз скажи, где, куда дышать. То есть вот это вот между ногами и толщиной. Живот и с ногами. При этом представляете что-то еще. Ну так, что дырки и суставы. Угу. То есть дыханием направлять по сути энергию. Да. Да. Направлять, представлять, что ты получаешь эту энергию из космоса и дыханием своим продувать по всему телу. Хорошо. То есть ей сначала, скорее всего, для блоков ей как раз ту энергию плотную и затем следующую, это уже какой-то более такой зеленого оттенка. Да, какой ей нужен цвет? Какой ее? Теплую, горячую, красную. Красную, горячую сначала. А зеленую. Потом зеленую, а... Горячей, красной можно и в земле заряжаться как вот из земли, из центра земли. Из ноги, чтобы поступала горячая энергия. Угу. Хорошо. Соединялась с космической. Как бы заземляться тоже нужно. Чувствовать, чувствовать землю, чувствовать, что энергия у тебя идет из земли. Угу. Хорошо. Дальше она зеленую делает, да? Угу. Зеленую, да. Все уголочки тела представляет, что она освещает. Это уже космическая идет. Ну, космическая, зеленая сверху и желтая сверху. И желтая после зеленой. Хорошо. Так, что там с энергией насыщена она уже энергией. И процесс еще продолжается. Нет, хватит насыщена. Угу. Стоп, хватит. Да, и она почему-то стала в таких, как в шкурах, как накидка из шкуры такой. Ну, она элегантная накидка, и уже такими своеменными дизайнерами пошита, ну, такая накидка из шкуры, из какой-то типа северного оленя такое что-то. Интересно. Хорошо. Так, посмотри, еще что-то и нужно делать сейчас энергетически. Нет, на сегодня хватит. На сегодня хватит даже пусть тогда самостоятельно продолжать, надо не забывать энергии, чтобы блоки снимай, чтобы энергия распределялась. Так, хорошо, так, это, собственно, она приняла образ для встречи с наставником, да, такой. хорошо, и давай посчитать единицы до трех, и мы переносим сюда. такую шкуру, надела она, как бы, чтобы не поступало ей, чтобы ее энергия не выходила из тела и не поступала вредная сторонняя энергия. А, это как натуральная защита такая. Интересно. Ну, отлично, значит, такая ей подходит. Так, хорошо, а тогда для встречи с наставником, какой она образ принимает? Ну, она достаточно как бы такая независимая и гордая с наставником общается. Можно даже как бы, так сказать, на равных. Ну, с почтением, с уважением, но на равных она с ним. Она с ним на равных как именно ну, то есть она понимает, что они примерно там одинаковый уровень занимают. Ну, это может на самом деле не так, но она так думает. хорошо, образ она какой принимает? Такой же образ? Да, уверенно, такую женщину. Хорошо, и давай мы переносимся в зал для встречи с наставником. Один, два, три. И мы в зале для встречи с наставником. и позови пожалуйста наставника Надежды. Приветствую, опиши пожалуйста какой-то есть у нее такая помощница еще, девушка такая в теле светлая с косой. светлая с косой ну как вот дракончик там коса называется сверху заплетена. Не сильно длинные волосы, но она тут плетена так сверху и где-то это плеч. И девушка такая в теле в черной вовлекающей одежде. Такая вот в соку молодая девушка. Это помощница наставника? Да, это помощница. она как бы доносит, ну то есть наставник там что-то подсказывает, а это не понимает на земле девушка. и помощница пинает к пинетам в пинетам, чтобы она понимала эти знаки. То есть как впинывает как бы их. Так, от наставника как вы видите. Наставник дедушка, да, такая одежда голубоватая, светлая, но не белая, белая, голубоватая, сероватая одежда. ну и он очень сильный наставник, но уже такой более спокойный, и он какое-то передает свое наставление, наставление, а она не слышит. И он мягко передает его там, мягко пытается ей внушить, а она не слышит. И вот эта девушка уже тогда как бы так спускается и из близких расстояний ей начинает что-то объяснять. И дает пинка. Да, ну в общем-то да. Хорошо, хорошо. Вот действительно, да. Ну, понятно. я приветствую их, я благодарю, что вы пришли. И надежда подготовила много вопросов, которые мы сейчас вам адресуем. Так, ну, во-первых, она спрашивает, как она может обращаться к вам, ей именно интересно, чтобы обращаться как-то по-земному к вам, к наставнику и помощнику, помощнику соответственно, тоже. Ну, так, как-то бы, как, вроде как, молить к нему обращаться. Ну, то есть, так, складываешь руки и в себя, уходишь в себя, через себя вот, передаешь ему. Ну, скорее, это не просьбы, скорее, это разговор просто с наставником. Просьбы он не исполняет, в общем-то, просьбы. Он только, что там подсказывает, как жить дальше. Поэтому, такая, как бы, руки складываешь, такая обращение к наставнику, как молитва, ну, своя, своими словами. Чтобы это просто вот, выглядело так, что мы с ним не едины, мы с ним понимаем друг друга и, ну, обратиться, в общем, обратиться в нас к наставнику и рассказать все свои мысли, которые приходят в голову. Ну, то есть, имени какого-то все-таки, ну, не будете давать даже, может, у вас нет его. Или все-таки как-то, может быть, в прошлой жизни, вот, кем она так же спрашивает, кем вы были в прошлой жизни, интересно. Василий в прошлой жизни кем был наставник? Да, она спрашивает, ну, в том числе, кем вот он был в прошлой жизни. Возможно, кстати, вы как-то взаимодействовали. Почему, кстати, вот еще вы наставник, может быть, как-то связан с прошлой жизни? Ну, связанно, да, он приходил к ней в прошлой жизни, ну, не так прям постоянно. Но, периодически за жизнь, за все, периодически приходил к ней. это как бы, знаешь, как, ну, если так сказать, по-земному, что он входил в чье-то тело и спускался к ней, спускался на землю, входил в чье-то тело и контактировал с ней посредством каких-то людей. вау. Это же много энергии достаточно нужно, наверное, такое, чтобы ужиматься до наших плотностей. Да, почему? Не обязательно просто войти в чье-то тело, как бы, в душу и пообщаться со своим подопечным. То есть, в принципе, мне просто уже самому интересно, то есть, на это не тратится особо сильной энергии, да, наставниками такие дела делать? Ну, потом возобновляется. Это распространенная практика среди наставников или это какой-то такой больше? Ну, бывает, да. Интересно. Ну, где-то она, допустим, то есть, это такие встречи были, может быть, разовые, не постоянные общения, но эти разовые встречи, которые оказывают влияние на имя сознания. Понятно. Хорошо, то есть, как-то обращаться к вам можно? Василий, это есть, но это как бы связано еще это имя с прошлыми жизнями, с прошлой жизнью. С прошлой жизнью? С которой была ее последняя жизнь, ее предыдущая, не она Василия, он был Василием. Последняя ее предыдущая жизнь, вот там она с ним контактировала с Василием. Как с Василием. несколько раз она с ним пересекалась и несколько раз в других как бы телах он к ней приходил. Но это было несколько раз в жизни. так. Ну, хорошо, а тогда раз уж мы про прошлую жизнь так уж сразу заговорили, вот она спрашивает, собственно, кем она была там в прошлой жизни? поля поля какие-то, луга, луга именно такие, да, Европа, это луга, горные, луга, горные, рожные, луга, она это начало 20 века. Бегает там цветочки очень ее привлекают. Это женщина была? Ну, это ребенок. Мальчик. Девочка. Девочка. привлекает ее то, значит, эти цветы. Она бегает, ловит бабочек. Потому что достаточно вольная жизнь у нее в деревне. Сильно ее там а именно она особенно радуется тем, что ее сильно не заставляют работать других, кто-то заставляет работать детей, но она бегает одна, потому что других детей заставляет работать, а у нее есть такая свобода. потому что ее родители в деревне в этой достаточно состоятельные в этой деревне, но они не какие-то крестьяне, но достаточно состоятельные. И поэтому она ей где-то лет 8-9, может она может бегать, гулять по лесам, а другие дети в это время чем-то помогают по хозяйству дома. Хорошо, она ребенок. А дальше? Да, начинается какое-то что-то надвигается, она не понимает, то есть все люди переживают, все волнуются, но она не понимает почему, что происходит. Происходят какие-то действия, что на деревню нападают. Нападают уже 20-й век на деревню нападают. Так, то есть это имеется в виду 20-й век война была. Да, война, да. Но вот у нее эти ощущения сохранились как раз. Ну так, дальше что? И она как в стороне, ну, и причем даже такая техника уже идет, то есть это не кони никакие, именно техника идет такая какая-то, того времени такие, но передвигается уже на технике. А она немножко в стороне. То есть она имела возможность спрятаться в лесу, когда это все было. Дело долгое, эти захватчики там в деревне у них находятся и ей приходится возвращаться, возвратиться. Живут они в этой деревне уже даже мне кажется как не с родителями, а с какими-то чужими людьми, ну, не с чужими, с родственниками, она живет в деревне, а этот все, это все война продолжается и эти захватчики они у них в деревне живут. И у нее настроение меняется совершенно, то есть это был такой счастливый ребенок, беззаботный совершенно, совершенно настроение меняется, потому что ничего такого сильно плохого не делают они, но родители ее нет. Ну, в основном как бы живут и живут. Ну, в смысле, что какие-то свои дела делают и этих прям так уж ни над кем не издеваются. Ну, прям серая такая атмосфера серная, серая вот такая тяжесть очень на нее это все воздействует. Так, хорошо, дальше. Дальше. вперед. Дальше ей пришлось девушка уже, ну, то есть такого ничего и как бы так сильно плохого не случилось когда в деревне с ней, но она уже девушка и она там где-то в другом месте уже в городе в каком-то с флагом ходит похоже, как на Париж с флагом и вот в принципе не боится никого, выступает где-то впереди. и и это какое-то время продолжается, она пытается там какие-то какие-то лозунги там какие-то участвуют в каких-то движениях и нет и понимаешь что убивает ее там вот на улицах это в парижских но это не как война, это не как война, как восстание вот такое революционное. Ага, то есть она революционерка как бы так сказать была. они да, после этой войны вот эта война все и война и они вроде бы как и против оккупантов, а вроде бы как и против своего правительства. Понятно. Так, это по программе она перешла? Завершила свою программу? Ну, да. И с прошлой жизни у нее какие-то тянутся кармические узлы? есть такие резкости какие-то может быть непринятие чего-то, какие-то там резкие суждения, что может быть ей нужно быть где-то там более мягче искать какие-то компромиссы? Да. И то есть сейчас перед ней стоит какой-то вопрос и ей допустим можно решить его идя на конфликт, идя там противостоянием а можно решить договорившись. Ну и вот смысл в том, что нужно учиться искать компромиссы, нужно искать пути решения задач, нужно как бы обходить какие-то острые углы и искать разные подходы, не просто напрямую напролом биться. Ну, то есть да, это какая-то взаимосвязь прямо действительно с прошлой жизнью, это было ярко выражено вот этот скорее всего не было поиска компромисса в таком противостоянии, да? Да, хорошо, и то есть что и как ей лучше с этим что ей предпринять для того, чтобы развязать как справиться, может обратиться к кому-то да нет, почему обратиться, ну, допустим, в отношениях, в отношениях там есть сложно с кем-то построить отношения с каким-то человеком, потому что человек ее, например, обвиняет, ей сложно с ним отношения построить, он ее обвиняет в чем-то несправедливо, она ему там в противовес что-то говорит, а она просто подумать над этой ситуацией и поговорить, объясниться с этим человеком, именно пытаться с ним разговаривать, пытаться находить общий язык разговором, где-то раскрывая себя больше, где-то может быть не зажимаясь или не скрывая какие-то свои проблемы, раскрывая перед ним свои проблемы, показывая, что она вот такая слабая беззащитная женщина и ей нужна поддержка, то есть не то, что там не вступать ни в конфликт, не пытаться там его как-то переделать этого человека, а именно пытаться его понять, почему так себя ведет и раскрывая себя, больше себя раскрывая, больше как бы может быть где-то показывая свои слабости, чтобы получалось так, что она нуждается в его помощи, чтобы он понимал, что она нуждается в его помощи. Ну да, то есть да, это не просто мне кажется во многих случаях сделать, но над этим надо работать так, хорошо, что и слышит ли она, ну то есть я так понял, что она не очень хорошо слышит наставника, да, то есть ну что и сделать, чтобы лучше слышать. Да, бывает такие, она чувствует как какие-то пинки. но ей лучше что сделать? Подумать о своей, подумать, какие у нее в жизни были варианты, вот допустим про прошлое, подумать, какие в жизни у нее были варианты, какие она, по какому пути она пошла, а какие варианты она не рассмотрела там, отбросила, и подумать, что ей подтолкнуло на этот выбор и помешало сделать другой выбор. Просто как бы проанализировать свою жизнь и вот что ей, то есть как бы на этот, на тот путь, которым она идет, можно ли сказать, что ее как бы привело к этому, натолкнула к этому, либо все-таки она через какие-то препятствия шла к этому. Ну и дальше, если какие-то есть у нее сейчас выбор дальше, тоже вот посмотреть, как ей, есть ли у нее такой путь, который складывается сам с собой, или через что-то приходится переступать и через что-то там, через какие-то трудности и проблемы идти вперед. Может быть, посмотреть вокруг себя, может быть, есть какие-то возможности более легкие, не то, что легкие, но вот когда складывается как само собой, как то есть через анализ событийности, так скажем. Так. То есть посмотреть вот недавно, допустим, что было там, какой был выбор и почему она сделала этот выбор. Может быть, был какой-то там другой выбор, если бы она выбрала, может быть, был бы более проще. Хорошо. Так, вот она спрашивает, почему именно вы наставник? Ну, это в прошлой жизни вот он приходил к ней, в прошлой жизни он к ней приходил через каких-то людей и вот Василий приходил к ней в прошлой жизни, через каких-то людей и вот очень много он к ней приходил в этой в этой революционной деятельности там, там, как быть, часто судьба сталкивала, как часто, сколько-то раз судьба сталкивала, и он пытался даже, он отводил ее там от каких-то бед, он ее там отводил от того, чтобы она ушла не по программе, возможности такие были, что она там именно в прошлой жизни на нее оказало влияние, вот она детство произошло такое счастливое, свободное, и сильно ее там не указывали родители, сильно ее там не заставляли ничего делать, и вот тут вот в самый момент, когда она начала взрослеть, в самый когда, ну, перелом, остановилась уже из детства переходила, из подросткового возраста переходила в юношеские, тут произошло вот это вот, что вроде бы, как ее не сильно там ограничивали, но с другой стороны радости и счастья того не было, а была такая серость, ну, то есть окружение такое стало вот гнетущее, серое, и где-то, конечно, ей уже не приходилось бегать, ей уже приходилось где-то тихо либо сидеть, чтобы там сильно не заметили, не слышали, либо работать, и вот это на нее вот, как бы, такой отложил отпечаток, что она вот бросалась в бой, бросалась потом уже, где-то там, как на баррикады, там, грудью бросалась, и он приходил ей, он ее востужал, он ее отводил от каких-то бед, вот, довел, довел до до конца ее жизни, до конца программы, ее довел, до конца душами, нет, что она, он был ее самой главной родственной душой, вот он там, перенаставник, нет, они пересекались в жизнях, он помогал ей, учил ее чем-то, ну и когда у него закончился уже вот этот срок прихода на землю, он стал наставником, он и в жизни ее, и в других жизнях, когда ему не приходилось ее прям учить, то есть в прошлой жизни, можно так сказать, у него была как бы учебная, у него, что он ее, до этого была жизнь такая подготовительная, он уже знал, что будет ее наставником, они вместе где-то там учились как-то, в прошлой жизни уже была такая переходная, где он уже вот, уже как бы тренировался на практике идти наставником, ну и все, время пришло, ему больше уже ему не нужно рекордироваться, он остался наставником, так, вот она спрашивает, поскольку, он ей много помогал, вот еще до той жизни немного помогал, получается, что он ей много помогал, но не был ее самой близкой душой, так и решил остаться возле нее, когда он закончил, когда ему нужно было думать, что делать дальше, у него был выбор, что делать дальше, он решил остаться возле нее, может быть, когда-то изменится, может быть, когда-то он дальше пойдет, но сейчас он около нее, это его, то есть он себе выбрал такую работу. Так, сколько уже воплощение на земле не было у нее какое сейчас по счету идет а ты сейчас 5 а выше я на каком уровне находится там на девятом условно все и может кто-то другой по-другому это назовет ну 9 да то есть можно сказать что она в принципе опытная душа так вот она еще спрашивает имя моего ангела-хранителя ну несколько не один их тоже как бы такая люди душ такая работа ну это так что над один не помогает потом другой помогает так не скажешь и прям то есть можно сказать что ангелы и хранители нельзя сказать что кто-то привязан к ней и следит за ней каждую секунду и то есть есть вот у станет есть помощник когда девушка периодически приходит какие-то ангелы помогают ей а такого который бы с ней день и ночь бы один сидел такого нет она может быть и чувствует может она чувствует этих нас этих ангелов чувствует ну они следят за ней но вот она говорит что у нее есть четыре сна которые там для нее значимы которых один из которых связан с ангелом то есть действительно это вот то что во снах она как ангела видит это скорее наставник или это скорее ангелу который именно как ну условно говоря мчс на который приходит работают спасают то есть вот во снах это как наставник это больше то есть это наставник именно был то есть ну того как мы люди назовем это ангелами да то что у нас все кто нам помогают они как образами ангела понятно так а вот правильно ли она делает что ставит им свечи от наставнику ангела она горит чаще думаешь и спрашивая что еще можно и нужно делать для поддержки их и ее поддержки ну вот прощаться к нему молиться то есть это в принципе вот тоже помогает наставнику ну и ангел тоже она может конечно же благодарить которые с ней работают действительно ли в этом воплощении которому сейчас она еще в утробе получила родовое проклятие проклятье ну да спрашивает действительно ли в этом воплощении еще внутри получил родовое проклять или это не так и что а каких-то внешних сил ну расспрашивает видимо не знают от внешних или как и или это не так но кто-то и желал родовое проклятье то есть она же не думает что это проклятье рода проклятие родовое в смысле которая реализуется при рождении какой-то короче говоря проклятье на ней есть кто-то желал кто-то желал там чего-то нехорошего его и и матери но это проклятье более усиливается когда больше об этом думаешь и больше в этом живешь нужно просто значит вот эту стену поставить и дышишь когда понять что тебе мешает и если ты найдешь это проклятье это же как вот она в тебе допустим как бы там условно там неважно сущность какая-то энергия плохая или что-то вот она в тебе сидит ну а иначе что проклятье то есть она же не на смерть она значит вот вот тебе что-то внутри тебя мешает и ты ты когда вот этот дышишь должен понять видите в каком месте это мешает просто представить что ты его отстраняешь от себя подальше от себя отстраняешь и ставишь перегородку между собой и вот этим вот и еще вот это засовывать ну и засовывать еще что не валялось уже ведро в помойной и очень плотно закрыть это мой воронку воронку условно говоря мы можем мы можем это сделать или это именно задача и и пусть она сама это делать потому что это потому что то проклятие но он не не такой прям катастрофическое не на смерть допустим но пойду проклять это народе такое название по сути это вот те же самые энергетические блоки пробои вот оно так и видно на теле то есть то что вот мы делали это она и есть и продолжать то что было зараз все равно не сделаешь за разные энергии накачали ну и поэтому лучше это делать регулярно и если тебе это мешает действительно просто это убрать от себя просто представить что допустим чувствуешь где находится и у в сторону отстраняешь ведро скидываешь главное плотно крышку закрываешь и стену между собой стоишь все и дальше дышишь и дальше дышишь сеть продышаешь все свои органы чувствуешь что они чисты ну да ну 9 уровень все таки это уже уровень на котором надо учиться манипулировать энергиями то есть это в принципе как раз хороший повод чтобы заняться этим так им надо делать часто прям великации ну да чем больше о нем думать тем большему энергии продать придавать серьезного ничего нету по крайней мере нет выяснили хорошо вот родственные души она спрашивает встречу ли я в этой жизни свою вторую родственную половинку или не в этом воплощении внимательно вокруг себя посмотреть нужно и вот это вот по поводу что кто-то тебя обвиняет ты а ты ему должна показать как как ну сначала допустим показать там что он ну ну на этом потренироваться что он тебе нужен стать как более более искать компромиссы более мягче и посмотреть вокруг себя внимательно то есть кто-то из родных есть родственная душа да дети там родители сестра но это 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 просто и души не одна не самая близкая родственная душа но просто не самая близко родственная душа но сначала нужно чтобы прям была гармония с гармония со своими родственниками что было гармония с ними установится через них придешь самые свои близко рубцы душе но единственное что может быть это не будет прям полное слияние такое в этой жизни и уложка и можно как бы пропустить в принципе в этой жизни у нее просто на душа возможных программе да но не пропустите не пропустили но она пока не знает и эту душу или может быть уже она знает ну так знакомых ну пусть она внимательно со своими родственниками подумает о своих родственников внимательно схем кому она недостаточно отдает всю семья там тепла своего не дает кому и вот кого она почувствует кому она не дает тепла пусть она к нему обратиться и к нему к нему как попытается антаксин наладить и дальше пойдет уже процесс так вот переезд для нее важен вопрос стоит ли вообще переезжать или нет так как бы нет но с другой стороны она должна внимательно как вот что там было до этого подумать какой же ответ был примерный пути а вот этого наставника вот что то есть она должна подумать какие варианты развития события события будет так и так и что ее толкает ну что складывается как вот как само собой что вот идет вот как по течению то есть она должна из всех вариантов которые у нее сейчас предлагаются ей посмотреть тот вариант который сам собой складывается который не то что он может быть и он может быть на первый взгляд и не идеальный будет пусть есть другие выборы более лучшие но если тот который создается сам собой то вот ее этот наставник и и направляет туда так ну то есть если все таки она будет думать да просто варианты сейчас размышляет куда переезжает то есть она думает в какую часть страны юг или восток ну например на город село как бы сейчас скорее как нет сейчас идет нет ну хорошо а там если такой прямо просто куда кидаться они же куда то это нужно думать вот именно куда ее течение реки несет хорошо вот такой критерий пусть она принципе тогда понятно как выбрать ну и если все таки она потом вот сложится это с переездом то есть не сейчас да потом это не сейчас будет ли там что с работой будет ли там все по душе то есть то есть лучше из ее положение вынесет течение то там будет с работой но идеально такого богатства конечно не ждать но так когда то есть вот она сейчас родственниками с этими ищет 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 через кого она может выйти и там дальше уже будет развачиваться ситуация что и с переездом и там дальше уже с этим душой сыты ну понятно ну хорошо так а вот еще очень тоже важный вопрос который бы хотел получить ответ совет у них у нее очень тяжелые отношения с мужем она ну давно чувствуешь это не и человек скорее наказание терпение на исходе как энергетический вампир он для нее сильнейшие физические и душевные тяжело с ним и он предвещал и значит и прожить от силы года три не более первый шанс прошли это так ну так вот это вот уже ответ так как и компромисс искать то есть сначала надо вот это решить это искать этот компромисс вот с этим человеком именно показывает свою нужность что смысле что он ей нужен показывает и значит то есть вот с ним сначала как бы такую работу провести что искать компромиссы и пока это вот что он нужен ей и дальше уже смотреть как он на это реагирует что там еще еще повтори вопрос ну вопрос он он там несколько вопросов первое это вот что он предвещал прожить от силы года три то есть так это да то есть угодно три прожить прожить или прожить с ним или он не предвещался я думаю я думаю он предвещал что именно она вообще проживет еще максимум три года не более ну я думаю что это именно эти вот этот вот узел кармический узел вот который нужно решить умение искать компромиссы так но наставник и умение искать компромиссы и тут же это же проклятие которое нужно просто от себя отодвинуть и просто как бы все это вот просто от себя отодвигать и выкидывать и выкидывать мусорку и стены ставить то есть сказать что прямо сегодня беги отсюда и все нужно сначала вот эти вот компромиссы искать и этот узел разрубить так наставник то есть то есть наставник считает что не нужно уезжать и вы считаете сейчас 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 а понятно то есть это нужно пройти этот узел развязать все понятно она очень боится потерять из него дочь то есть по программе дочь останется с ней если уедет но тут она сама должна решать по программе программа это не то что расписано каждой секунды то есть она боится что ей не отдадут дочь или что дочь с ней не поедет но если она не будет искать компромиссов то дочь с ней не поедет то есть здесь взаимосвязано так да да то есть как бы как ей не отдадут дочь если она мать там тут уже если вопрос стоит в том что ей не отдают то она должна добиваться ну как-то уже ну не сейчас тоже чуть позже тогда там решение сама добиваться решения забирать ее уезжать но и сейчас сейчас она должна решить вопрос по поводу компромиссов потому что если она его не решит то дочь сама с ней не захочет ехать а а для дочери как лучше будет она пишет еще что видит что дочь ее темные уже одолели дочь дочь сначала свою пусть почистил а потом уже за дочь придется вот это вот проклятие вот это вот сторону сначала отодвинет вот все-таки важный момент связанные с проклятием то есть здесь вот скажите как ей лучше то есть это важно ей именно самой сделать да чтобы она не побежала сейчас к не знаю экстрасенсам и так далее именно здесь вот принципиальный момент чтобы собой нужно да самой нужно вот это отодвинуть и поставить между всем этим стенам между всем этим что она думает что это темные ну то есть на самом деле там это не так все что она думает что темное все что вот ей в жизни кажется вот это темные силы их всех собрать в кучу вот если она допустим там сложила руки помолилась своему наставнику воротилась к нему поговорила с наставником просто по душам поговорила с наставником потом подышала энергия зарядилась потом посмотрела вокруг себя ну как бы так сказать не вокруг себя внутренним взором посмотрела все темные силы которые вокруг нее есть вокруг нее вокруг ее дочери есть их всех представила что она собирает их всех в хоровод в одну кучу там складывает сжимает выкидывает ведро ведро плотно закрывает и между собой и этим всем и между дочью этим всем ставят стену и дальше потом идет компромиссы искать с мужем договариваться как-то разговаривать искать подход другой не тот который сейчас а другой подход налаживает налаживает со всеми родственниками контакты искать родственника которого она обделила ну вниманием а такой родственник есть это точно которого она ну в смысле которого она больше всех обделила внимание то есть есть такой вопрос но не про мужа только разговор есть такой вопрос что она не только одного роста это внимание отделила а еще и кого-то другого но кона больше всех вниманием делилась тем она ну не где про мы не сможем а с другими родственными на налаживает контакт разговаривает там общается просто общается по родственному налаживать контакт и дальше уже из дочерью тоже темные силы не знаю не говорить и потом уже дальше хорошо спасибо так вот спрашивать следующее значит про таланты способности то есть если еще не поздно какие вот у нее есть какие развивать что делать какие таланты способности ничего не поздно но ничего не поздно но такое женское усидчивое женское усидчивое что-нибудь рисовать или вязать в общем-то неважно именно что вот проявлять свою женскую сущность в этом создании чего-то либо какой-то вязаные вещи либо какую-то рисованного рисунка либо вышивки вот здесь но только что-то очень светлое именно через это искать связь со светлыми силами ну прямо вот прям вот яркая светлая ну не обязательно яркая но я не виду что очень-очень позитивная ну то есть это поможет признать и вот признать себе так скажем же на слабо именно что проблемы видимо есть в этом так и насчет медитации вот какие-то методики вот такого сначала основником со своим с этим с дыханием с этим то есть ну не как в принципе никаких видов на практика ты она и есть медитации вот этим это вот дышишь просто продышаешь энергией земля чувствуешь землю чувствуешь землю чувствуешь космос а ты есть медитации ну и задам вопрос хотя понять какому гуру учителю можно обратиться для духовного развития сначала самой так понятно вот про род родовое древо она спрашивает какие простые способы применять для поддержания родового древа к примеру свечи дань к чему-либо молитвы ритуал и тому подобное 3 а ну как-то она может имеется здесь связь каких-то поколений нос в рот а которая она в этом воплощении пришла в рот этот пришла который принял в этом воплощении то есть она хочет ну и второй наверно тоже она и родственный душ что-то каждый по-своему воспринимает это родовое древо родственные души все равно они идут низкого не на голову свалились они в прошлой жизни и в позапрошлой соответственно это же они же есть родственники но есть рот единственно только что понять какой рот она хочет поддерживать рот этих тебя уже в результате там по маме по папе по бабушкам уже сколько родов идет все таки лучше да именно свечи ставить надо и всем своим родственникам за всех родственников не знает что каждому в отдельности за живых там свечи нужно ставить из-за перешедших тоже свечи нужно ставить конечно нужно да там особо какие-то ритуалы проводить как каким-то там древам нет такой необходимости нет свечи ставить но если сильно хочется дома в церкви конечно больше энергетика дома не помешает тоже это поможет ей думаю поможет и успокоиться и разделить это пламя свечи и поможет разделить как бы два мира темный светлый и темный мир должна понимать что темно темные силы они в ней в ее мозгах то есть они не сидят рядом за стуле они там не стоят у нее за спиной они у нее в мозгах и поэтому все это можно собрать и убрать то есть они не нужно гоняться они не стоит где-то там чтобы бегать за ним гоняться уже просто спокойно их начала убрать из себя хорошо как она какой критерии чтобы понять что она сделала это то есть как ей понять что не удалось это сделать удалось что сделать вот очистить 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 себя конечно поймет облегчение почувствует спит ли сейчас надо почувствовать хорошо так ну и вот общий вопрос по программе то есть сейчас она в принципе по программе до идет ну кармическую живу сейчас она проходит но так в целом работ нужно работать активнее активно не сказать что все пройдено ничего не пройдено все процесс то есть вот ну вот вы в принципе основные задачи уроки перечислили да то есть это и вот компромиссы уметь искать да вот этот революционных так скажем исторический нрав компенсировать принятие себе как слабый да то есть слабый себе при женщин слабой женщины мне но не не значит не жалеть себя совершенно нет просто как слабой светлой радостной женщины ну да это надо быть сильной чтобы принять это и какие то еще вот что и обратите внимание на что совет оставление какой-то сейчас уже много всего что и делать ну да я думаю еще в кучу еще еще в кучу чего-то другое сначала с этим разберет хорошо она передает огромную благодарность и наставнику и высшему я и ангелу и ну если бы она знала оба еще и помощнику я уверен передала вот поэтому спасибо что вы есть она говорит что она не одинока она чувствовала это с детства и теперь это подтверждается чему она очень рада и она вас очень любит провели тяжелую работу дни и она просят прощения что бывает непослушной проказницы да да в смысле что на этом рада понятно ну да они любят и эта девушка на хоть и в черном но можно сказать что она и он двух ангел да ну а то один из как бы даже основной пусть она даже в черном и такой наружности боевой почему на такой боевой наружность именно поэтому чтобы показать что не обязательно быть там сильные физически нужно быть сильной морально чтобы уметь противостоять вот даже тем же темным силам нужно быть сильный морально духовно сильный просто ощущать эту силу себе я любят гладят он такой бородой трясет что все хорошо будет но но не сразу хорошо так а вот еще вот помощник как обращаться вот к не могу то есть она вот именно спрашивала чтобы легче как-то было сконцентрироваться но можно назвать ее хорошо я тоже благодарю что пришли что ответили на вопросы и все тогда будем с вами прощаться и благодарим вас до свидания до свидания в общем-то он растворяется хорошо и возвращаешь прохладил у нас немножко голову покрутить покрутить как бы так поставить на место все хорошо а а Субтитры создавал DimaTorzok